Ключ к прощению. Ну или скорее один из ключей к прощению. Хочу сегодня разобрать такую пословицу, поговорку, как на обиженных воду возят. Если посмотреть на нее не задумываясь, то кажется, что от обиженного человека просто хотят отмахнуться. Мол, его обида не имеет никакого значения. Ну или он обиделся, пусть сам свою обиду и таскает. Пусть этот груз сам себе таскает. Или эта пословица может даже выглядеть как верх несправедливости. Обиженный – это тот, кого обидели, он и так пострадавший, а его обижают еще больше, заставляя таскать воду. Однако у этой пословицы есть и более глубокое значение. Обиженный человек ведь обижен не потому, что его обидели, а потому, что он сам решил обидеться. То есть он выбрал в качестве реакции на сложившиеся обстоятельства определенное поведение – обиду. Ведь можно выбрать и другую реакцию или по-другому поступить. Можно решить и простить, или можно что-то пропустить мимо ушей, можно не заметить то, что кто-то пытается обидеть. Ну и разные могут быть реакции. Но в данном случае человек выбирает в качестве реакции на сложившиеся обстоятельства определенное поведение – обиду. И когда человек решает обижаться, он автоматически ставит в центр себя самого. Меня обидели, со мной поступили плохо, со мной обошлись несправедливо, они все плохие, они все виноваты, а я жертва. И до тех пор, пока человек продолжает зацикливаться на себе, на том уроне, который ему нанесли, он не сможет простить. И эта обида будет его разрушать и уничтожать. Есть еще и другие пословицы и поговорки в русском языке о обиде или о прощении. Например, такие «Тому тяжело, кто помнит зло. Чтобы дружбу сохранить, научись друзей простить. В тесноте люди живут, а в обиде гибнут». То есть человек разрушает свое сердце, разрушает свою душу обидой. И иногда кажется, что если я обиделся, то человек это другой, который меня обидел, заметит, он это увидит, ему будет плохо. Но есть такое выражение, что обижаться – это все равно, что пить яд в надежде отравить обидчика. Обидчик может даже и не знать, что он нас обидел, но мы-то пьем яд, мы-то себя разрушаем. Во времена Петра Первого, к примеру, сильно возмущенного или обиженного чем-то человека заставляли взять коромысло с двумя ведрами воды и бегать до тех пор, пока злость не пройдет. Так вот, что же это значит «на обиженных в воду возят»? Чтобы простить и освободиться, ведь обида – это прежде всего заточение в собственных негативных эмоциях, нужно перестать зацикливаться на себе и каким-то образом обрести энергию для прощения. Когда человек возит в воду, то фактически он начинает делать что-то ради других. И чем больше он делает что-то ради других, тем меньше у него времени думать о себе. То есть он перестает зацикливаться на себе. Плюс еще, человек устроен так, что чем больше он делает добрых дел, тем больше он обретает духовных сил и энергии, в том числе и для прощения. Именно поэтому все религии утверждают, что блажение давать, нежели принимать. Чем больше отдаешь, чем больше совершаешь добрых дел, тем больше у тебя появляется энергии, в том числе и для того, чтобы прощать. То есть, значит, когда ты возишь в воду, ты делаешь добрые дела для кого-то, обретаешь внутреннюю энергию. Здесь понятно, что имеется в виду не только возить воду, здесь имеется в виду просто делать что-то для других. И перестаешь зацикливаться на себе. Ты больше фокусируешься на том, чтобы помогать кому бы то ни было. И чем сильнее становится душа, тем легче простить. Тем легче не зависеть от обстоятельств. И тем легче идти вперед вопреки обстоятельствам. Получается, что пословица на обиженных в воду возят, если посмотреть на нее под определенным углом зрения, это ключ к прощению. Она показывает путь, как перестать зацикливаться на себе и как обрести духовную силу прощать. Ну и в конце этого видео хочу привести пару цитат. Евгений Леонов говорил такие слова. Обиды вообще не следует копить. Небольшое, как говорится, богатство. И Федор Достоевский говорил следующие вещи. Не засоряйте свою память обидами, а то там может просто не остаться места для прекрасных мгновений. Если понравилось видео или есть какие-то мысли по поводу пословицы на обиженных в воду возят или какие-то другие ключи к прощению, оставляйте свои комментарии. Ну, я хочу пожелать всем не копить никаких обид внутри, обязательно прощать и обрести ключ к спокойной, умиротворенной, радостной жизни. На этом пока все. Всем большое спасибо. Хорошего дня.